Всем привет, мои хорошие! Этот влог начинается у нас ночью в темноте. Я иду. Я нахожусь сейчас. Вам не видно, да? Это стоянка автосалона. Вот мы выбрали машину, которая нам нравится вроде бы внутри. Вот так всё отдаёт, откликает. Такого размера машины у меня ещё не было. Вообще такой марки не было. И мне просто даже интересно поездить на такой машине. Так-то она мне нравится. Я хотела большую машину себе. В общем, всё потом увидите. Сейчас оформление документов идёт. Гуляю я тут по площадке. Сейчас иду в одно место с одного, в другое хожу место. Просто... Боже, да, хочу, чтобы, скорее, честно говоря, закончилось всё это с оформлением машины, с поиском машины. Это просто такой геморрой. Цены выросли на машины. Просто космос, девочки. Просто космос. Я в шоке. Вот. Короче... Я в ожидании. Мама сейчас с мелким, потому что с мелким, ну, как бы вечер, я попросила её из садика его забрать. А сама поехала заниматься вот покупкой и оформлением документов. Ой, мои хорошие, пришла домой. Денька, снимай кроссовочки. Кроссовочки снимай. В общем, взяли машину. Взяли машину. Я довольна, я рада, потому что я себя чувствую очень так необычно теперь на дороге. Я буду привыкать. Я думаю, завтра, наверное, завтра. Или не завтра. Не знаю, выберу какой день. И буду вам... Покажу вам, короче. Вот. Сейчас пока что я вообще так устала. Я такая голодная. Сейчас Деньку ложу спать. И с ним просто вот так вот вырублюсь. Вот. В общем... Вот. Вот такой вот день. Хороший сегодня день. Всё классно так сошлось. Прямо таких интересных, хороших людей встретили, познакомились. Классно. Короче. Спокойный, энергетический день, на самом деле. И он такой был сегодня решающий. Классно. Я рада. Спокойно. Всё, хочу скорее спать. Завтра проснуться уже со свежими мозгами. Смотрите, какой интересной формы макарошки. Просто как бегудюшки или, скорее всего, напоминает от телефонного, знаете. Провод телефонного. Вот раньше были такие стационарные. Прикольные, кстати. И по вкусу тоже ничего. Короче, вот девочки разобрали компьютер мой. И проблема была в том, что он, короче, запылился. Я его два года. Не. Ну, два, блин. Нет, два ему нету. Полтора, наверное. Я его не чистила. Ничего я всё мастера не вызывала. И на старой квартире, и на этой. И вот он начал выключаться у меня сам. Вот. Настал день Икс. Мы чистим. Надеюсь, что всё будет хорошо. Вроде что-то ещё и заменить надо будет. Всем доброго дня. Сегодня, как всегда, у меня не было времени что-либо приготовить. Поэтому я пришла тут в кафешечку рядом. И решила уже обед время. Парочку голубчиков съесть. Голубчиков. Почему я всё время фаршированные перцы называю голубчиками, я не знаю. Короче, они такие же вкусные. Я люблю перцы фаршированные так же, как и голубцы. И поэтому для меня это одно и то же. Всё, кушаю, бегу по делам. Ну что, забрала Денечку с садиком. И идём в центре. Погода у нас хорошая. Чуть-чуть улучшилась. Нас-то холодно. То хорошо. Ну и даже можно идти без кожанки. Я просто её сегодня одела. Думала, холодно будет. Вот. Ну и, короче, я её так и не снимаю. И мне не жарко, и не холодно. Мне нормально, короче. Здесь где-то вкуснолюбов есть. Денька хочет покушать. И я хочу. И мы сейчас возьмём наши любимые блинчики. В центре так хорошо. Короче, прогуливаемся. Ну, приехали тут два дела. В одно местечко и прогуливаемся. Мы себе не изменяем. Мы с Деней пошли и взяли блинчики. И я... Кстати, сегодня я буду пробовать новый блин. Я взяла гриль XL. Ни разу не брала. Он такого же размера, как Цезарь, мне сказали. На 5 грамм, только больше. Но посмотрим, что там за соуса. Потому что блин Цезарь я обожаю. И с креветками я там брала больше. Я никаких, по-моему, блинов там не пробовала. Ну, в общем, попробую и расскажу. Сейчас включу какие-нибудь мультики или что-нибудь на ютубчике. Включу и будем сидеть и кушать. Съела я, в общем, блинчик. Конечно, с Цезарем он не сравнится. Сытный, вкусный. Там, по-моему, лук был. Сейчас буду ходить, дышать. Хочу в ТЦ поехать с Денькой. Сейчас буду луком на всех дышать. Короче, вкуснолюбовы, в принципе, они так подбирают все ингредиенты, что они взаимосочетаются. И я поела с удовольствием. Вот так могу сказать. А Денька все еще ест свой блинчик. Хочу поехать в ТЦ, пошататься, погулять там. Не знаю, может, посмотрю кроссовки ему какие-нибудь новые. Вообще, надо забирать уже это. Забирать, 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 забирать. Забирать, разбирать вещи зимние. Потому что каждый раз, когда я одеваюсь на улицу, я понимаю, что все мои теплые нормальные костюмы, они все у меня где-то. И надо это лезть, надо это время. Короче, это больная тема моя, реально больная тема. С этими вещами их надо распихивать, снимать. Короче, ладно. У нас одна конфетка всего лишь, к сожалению. Ну, надеюсь, будет вкусная. Это традиция, конфеты в ТЦ. Девочки, смотрите, ГЕС, ГЕС, ГЕС. Открыли, как в Москве почти. Вот я была, такой большой, знаете, магазин сделали. Это у нас рестайлинг, вот это вот все, да, можно сказать, было. Сумочки вот тут. Сумочки, смотрите, ГЕС, 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 ГЕС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я на самом деле подостыла немного к этому бренду ГЕС, так как некоторые вещи, которые я брала, они оказались не очень качественными, но футболки еще живые, да, вот, например, там рюкзак, который мне очень нравился, я просто с ним походила там сколько-то месяца, помните, как он потерся, я расстроена, но вот последний рюкзак, который я брала, в принципе, еще живой, но я с ним почти не ходила, вот, не знаю, она притягивает почему-то мне эта марка, я не знаю, может, у меня что-то с ней связано, но я забыла, что, вот, ну, как-то так, ну, в общем-то, я рада, что магазин у нас открылся и есть теперь, так, зашли в рандеву, что ли, уже забыла, как называется магазин, выбираю Даньки кроссовки, потому что он свои просто убил, смотрите, его кроссовки мы брали в Катафеи со специальной защитой, девочки, это просто этим кроссовкам, ну, несколько месяцев, вы сами помните, я вам показывала, снимала недавно видео, я в шоке, а вот кроссовки нам понравились, классные New Balance, они стоят 7,990 и они очень удобные, раз и залез, вот сейчас принесут нам размер наш, я надеюсь, подойдет и это, мне кажется, как раз вот и на сейчас, когда холодненько можно пойти и даже похолоднее будет, короче, класс, короче говоря, выбирали мы кроссовки, нашли классные New Balance, просто очень захотелось нам купить Дэнни эти New Balance, но Дэнни сказал, я хочу светящиеся и при выборе новых кроссовок или своих старых, он сказал, старые, потому что они светящиеся, короче, никакую, все, пошел в отказку, никакую не захотелось брать New Balance, ну, я говорю, ладно, вот ребенку хочется светяшки, пока он ребенок, пусть, если его прикалывают светяшки, ему можно носить и никто не подумает, что он какой-то одевается безвкусно, понимаете, потому что это ребенок, ему до наших этих фирм и все такое, вообще плевать, вот, поэтому закрылся уже магазин в следующий раз, в следующий раз эти New, New, в следующий раз, фу, в следующий раз что-нибудь мы купим светящиеся. Ну, вот, короче говоря, нагулялись, идем домой, приехали домой, захотелось резко колы, кола была и теплая, захотелось холодной, пепси было бы прохладнее взяла. Почему? Конечно. Дэн, ты что такой грязный? Ты когда успел уже зачухай лица, только увидела вообще. Так, ну что, мы дома, и люблю вот так вот я в одежде броситься на диван, и вот разуться, бросить сумку и вот так вот в одежде завалиться, ну, ненадолго, сейчас переоденусь и разденусь. Фух, что-то подустало на улице, вот сейчас такая погода классная, прям ни ветра, ни жары, ни холода. Хочешь, сними куртку, будет комфортно, хочешь, одень куртку и будет комфортно, поняли? То есть ты так и так можешь, а тебе не будет ни жарко, ни холодно, это круто. И мне кажется, очень многое зависит от ветра, я уже говорила где-то, да? Вот когда ветер, всё, он либо жару разгоняет, либо, блин, холод разгоняет. Короче говоря, девочки, что я хотела вам сказать? Как вы уже поняли, машину мы купили. Мы купили машину, да, но у меня пока что нет времени вам показать и сказать, что за машина, но, в принципе, уже кто-то видел, я снимаю в машине. Если есть у вас какие-то догадки, предположения, какую машину я всё-таки взяла, можете угадывать в комментариях. Будет интересно. Почему я так говорю? Потому что, ну, любопытно, кто-то мне писал, вот, я вижу тебя там в такой-то машине, ну, такую определённую марку называли, да? Вот, кто-то говорил, вот эту машину не бери, там, советовали какую-то не брать из тех, что я показывала, там, рассматривали, да? Вот. В итоге, короче, мне интересно. Кто как думает, какую машину я в итоге взяла. Всё, короче, буду переодеваться и укладывать малого спать. Время полодиннадцатого, он уже должен видеть десятый сон. А ещё я сегодня была... Привет, Барбось! Привет, Барбощина! Ой, мы сегодня заехали в магазин, я купила ещё две мисочки, видите, потому что Барбос очень много ест, и это прямо вот для него. О, большая миска с водой, большая миска с едой, вот. Я покупаю Грандорф, милочки, и, конечно же, его тоже буду кормить. Мне кажется, что запах во рту другой совсем получается, шерстка более гладкая, в туалет ходит хорошо, как бы стабиленько, ничего не болит, всё классно, короче, мне нравится. Вот, а это вот то, что было старое, это я помою, повыкидываю, уберу, да? Вот эту водичку, я не знаю, нет, надо ещё... Вообще, у них должно быть очень много мисок, мне кажется. У нас получается сухой корм для Милки, она ест, ну, мало, этот Барбос ест много. А, ну, водичка для них обоих, как бы в одной, да? Здесь получается еда мокрая для Милы, а для Барбоса мокрую куда? Непонятно. Наверное, вот эту вот оставлю ему для этого. Надо ещё вот эту... Видите, мой зайка, надо поубирать, всё почистить, здесь всё времени не хватает никак. Вот, короче, купила им еды, туалета сегодня много, и вот новые вот эти миски большие. Вот, вот такой вот я беру, Грандорф, вот четыре вида мяса здесь беру для стерилизованных кошаков. Я купила вкусняшки сегодня вот такие, много деткам нашим. Я им даю одну пачку на двоих, только утром, это лакомство, я уже говорила, сегодня докупила. Ещё говорю... Подожди, вот, смотри, зай. Мясные колбаски из курицы, ты будешь? Я больше взяла для Барбоса, потому что, на самом деле, Милка, она вот такое не ест, но здесь вот несколько колбасок. Сейчас посмотрим, как будет кушать. Давай, Барбос, будешь? Смотри, что это такое мама купила? Митрис. Вот это Милка. Ну-ка, что это за колбаска? Милка, иди на. И вот и Милки вон наш. Иди. Милка. Милка, на. Ой, смотри. На, на. На, Мил, тебе тоже такая же колбаска. Будешь? Ты вот всё ешь потом, то, что Барбос. Э, Дэй, ну ты что, открыл, что ли? Девочки. Дэй, ну я же даю это им вообще утром только. Давай, чуть-чуть Милки. Не всё, чуть-чуть Милочки. И Барбосу сюда давай. Сюда в тарелку. Мантик. Вот сюда, Дэй. Иди сюда, на. Вот сюда выкладывай. Видишь, она ругается. На, вот сюда, Милки, быстро дай. Иди сюда, Милочка. Это вообще Мила должна тут кушать. Так, давай вот сюда. Быстрее выдавливай ему, Дэй. Они ругаются уже. У каждого своя тарелка. Каждый ест из своей тарелки. Ну, скорее, наверное, ждёт. Что ты? Вот. Вот так вот. И Милочки ещё надо. Держи камеру. Привет, мои хорошие. Собираюсь таки я снять видео. Хотите посмотреть, какая картина? Я не знаю, где мне снимать видео. Думаю, сниму видео здесь. Сейчас заправлю кроватку, все дела. Но нет, здесь спит моя кошечка, моя Милочка. Так сладко. Видишь, что будить не хочется. Думаю, ладно, пойду в зал. А здесь спит Кос Барбос. Посмотрите, как сладко спит. Кажется, улыбается даже во сне. И тоже будить не хочется. И вот я такая думаю, где же мне снять видео? В спальне. А в спальне, чтобы снять, там нужно больше потратить усилий, чтобы всё организовать. Ох, пробусины мои. Нашла местечко в итоге, где буду снимать. Но фон и занавесок. Так хочу фон новый, он уже ко мне скоро приедет. У меня будет очень много разных классных фонов. Поменяю. Скоро картинка поменяется на втором канале. Готовить совершенно некогда. Поэтому сегодня я кушаю в кафе. Смотрите, ещё набрала домой кучу всего люля, котлетки по-киевски, блинчики с творогом. Денька любит эти сырники. Короче, сейчас покушаю, выйду, расскажу вам приключение маленькое, историю. Давно мы с Денечкой не ходили в бассейн, представляете? Подъехала к садику, такая, собираюсь его забирать. Я понимаю, что ни трусов, ни полотенца, ни очков, ничего не взяла. Побежала домой, короче, сейчас всё взяла. Успеваем вроде бы. Короче, девчонки, история простая на самом деле. Но просто любопытная. Мне интересно с вами поделиться. Какие-то есть моменты, которые, знаете, внутренние. Думаю, ну почему так вот, что это такое интересно? Короче, с вами хочу поделиться. Я хожу в одно местечко кушать и покупаю там готовую еду. И когда я первый раз туда пришла, хозяйка этого заведения, она меня встретила, узнала. Я вам рассказывала этот момент, наверное, да? Говорит, ой, дочка у меня там рекламу у вас заказывала, в общем-то. Смотрю лицо знакомое. Угостила нас вкусняшками какими-то, да? Там мы что-то купили. И вот я постоянно туда хожу, потому что сама хозяйка так уделила мне внимание, сделала какой-то мини-презент. И все равно это так приятно, что просто тебя вот ценят как... Ну, то есть видно, что хозяйка ценит своего покупателя, клиента, да? Вот. И там все девчонки работают, которые работали раньше, где я покупала еду. Там итальянское кафе тоже было на территории другого мужика. Они все здесь работают. Ну, очень приятно. Тоже так тепло. Как-то встретили как будто родные люди, да? Хотя, ну, не знаю, какой-то такой момент. Очень приятно. Я туда хожу постоянно. Сегодня я прихожу. Вот. И беру еды. Беру сейчас покушать, беру домой покушать. Вот. И увидела, что там такой меренговый рулет. Он так красивый. Прям вижу свежий, прям, знаете, такой еще не отрезанный. Ничего. Я думала, кусками продать. Я говорю, а можно отрезать кусочек как бы? Да, можно отрезать. Ну, и вот мне отрезает кусочек. Сначала просит один побольше. Говорю, не, не, мне маленький. Мне сейчас, говорю, попробуйте. Вот она отрезает, и сидит какая-то женщина чуть подаля, вот. И начинает говорить продавщице, что, типа, ты что столько отрезала? Мы столько не отрезаем. Она говорит, ну, попросили, типа, вот так вот кусочек отрезать. И, ну, я как бы в защиту говорю, да я только попробовать хочу. Говорю, если, ну, мне понравится, да, то в будущем я буду брать побольше, конечно. Может, целый рулет буду брать. Просто на пробу-то надо взять, если клиент ты, да, новый, тебе нужно взять на пробу что-то, да, чтобы потом в дальнейшем брать. Ну, вообще-то вполне нормальные вещи. Может, даже угостить стоит клиента своего. Так, я надеюсь, не мешает вам ветер этот. Вот, ну, короче, сам факт, что эта женщина, она как-то начала, знаете, так немножко с претензией какой-то разговаривать. Я говорю, типа, у нас так не режут, мне там потом крошится, и я все понимала, конечно, но у нас так не режут. Я говорю, ну, ну, хорошо, это, говорю, первый раз, как бы, вот я так мягко-мягко, вот с любовью и отношением, то, что я знаю, что там хозяйка хорошая, как бы, и девчонки, которые обслуживают, тоже хорошие продают, да. И просто я думаю, ну, что за странный человек, то есть. И я такая думаю, кто же это? Кто это такая женщина? Она управляющая, скорее всего, да, или, не знаю, ну, как бы, я ее не видела раньше, но не суть даже, да, не суть. Просто насколько разный подход к клиентам, и это везде. Либо ты любишь свое дело и дорожишь каждым клиентам, либо ты показываешь просто свой гонок какой-то, да, может быть, она власть какую-то где-то почувствовала, да, из-за этого пирога какого-то, вот так мне ответить. У меня пропадает желание сразу, честно, туда вообще ходить, чтобы вот так мне говорили. Ну, ну, отрезал человек, да, ну, не отрезают, так ты можешь сказать, ну, вообще-то у нас не отрезают, как бы, потому что крошится, потом я такая скажу, блин, ну, ладно, все, в следующий раз буду знать, буду иметь в виду, и все, улыбнулись друг к другу, и все. Ну, нахрена так говорить? Да, я все понимаю, но у нас так не делается, ну, потом говорю, нам это нахрен не надо, вот с каким-то таким претензией, да, видите, как много зависит от подачи и вот этого всего. Короче, я вышла, такая, думаю, странная женщина, ну, как бы, если бы на самом деле не хозяйка, и если бы не девочки, которые там работают, я больше бы туда просто принципиально не пришла бы, я не люблю такое отношение, и понимаю, что, знаете, вот даже вот, может, хозяйка, я, конечно, не буду ничего говорить, но если это хозяйка, и если это, она ищет себе управляющую такую, то я скажу, что такая управляющая просто оттолкнет всех клиентов вообще, которые ходили в какой-то момент с ее плохим настроением или еще что-то, с такой претензиозностью, просто перестанут ходить, и, блин, короче, вот такая вот фигня. Сейчас мы с Дэней, сейчас едем за Дэней, потом едем в бассейн, потом едем в торговый центр, и он не взял вчерашний день юбаланс, и, значит, надо ему купить кроссовки со светяшками. Девять, десять, семь, десять. Занято. Я тоже посижу отдохну. Куда улетишь? Да? Возле. Смотри. Мама, я зашла. Надо перевернуть. Надо ее перевернуть. Это спорта некрасивая. Давай перевернем. Давай. Отпускай. Отпускай. Переворачивай. Нарей. А что ты вместе с ней? Давай, давай. Я бы с ней. Все. Можно на основу горды. Или как она там называется? Шесть. Поплыли. Поплыли. Оп, опять, опять. Оп, а ножками. Ножками. Поплыли. Поплыли. Ну что, идем мы с Денечкой в Котофей снова. Посмотрим, что у нас сегодня есть. Вот это подходит. Мы с Деней уже обошли 5-6 магазинов, ему все не подходит. А тут вот начало подходить в скетчерсах. А в скетчерсах начало подходить, наконец-таки. Подходит? Подходит. Меряем. Ну-ка. Ух ты. Вау. Что там? Вау, вау. Они все время светятся у тебя. И ты залазишь в светящийся вертолет. Уху. Поехали. А ну топни ножкой. Вот этой. Покажи. Покажи, как светятся кроссики. Короче, не было у них меньше размера, но меньше размера мы уже по подъему не подходят, поэтому мы взяли 28 с половиной. Хотя, ну, предыдущие были 28. Короче, ему нравится. Сам выбрал. Реально сам выбрал полностью. Пойдем кушать, дайка. Пошли блинчики кушать. Ух ты. Нормально бегает сейчас кроссов, но... Глянь, какие шарики красивые сделали. Привлекали. Короче, сидим мы тут в торговом центре с Денькой. Дай-дай, мороженое. Мега вся закрылась. Что-то я... А, я не припомню, честно говоря. Нет, хотя помню, когда они говорили, что до 10 работали. Помните, мы как-то куртки забыли наши? Где мы были? Мы где-то долго тусовались. В Ашане, может быть? Короче, мы просто сидим здесь, а здесь все так закрылось, знаете, резко. И такое ощущение, что весь торговый центр закрылся. Но он-то... И еще это... Функционирует? Функционирует? А Шан, по-моему, до 11 работает или до 12. Что еще? Кинотеатров тут нет? Ну, поручу так. Ну, что ты там, глядаешь? Пойдем уже. Кстати, сначала мы зашли в Котофей. Там, кстати, огромный выбор, да, вот этих светящихся всех кроссовок. То, что понравилось Дене, ему понравились одни кроссовки, там, с мячиком зеленым. Там и мячик светится, и подошва светится. Их не было нашего размера, представляете? Не 28-го не было, не 29-го. Был 27-й, но это очень маленький нам. И был 30-й, это очень большой. Короче, он расстроился такой, сказали, завтра подвезут размеры. Но вот пока мы мимо шли в скетчерсах, я говорю, давай просто зайдем. А у них, кажется, светяшки были. Ну, такой нормальный выбор, как бы там 5 разных моделей со светяшками кроссовки. Короче, взяли. Вот. И Денька сам выбирал. То есть, вот я ему показываю, вот это нравится, он говорит, нет, не подходит. Вот прям конкретно. И так, что он просто не оденет даже. Говорю, давай померим размер хотя бы. Нет, это не подходит, мне это не нравится. И прям начинает плакать и нервничать, что... Если я начинаю мерить, ему то, что он не хочет. Мы поплаваем. Короче, вообще, стиляга, блин, маняга. Сам знает, что ему надо. Доброе утро, котики. Все бормотики. Наелися и шпят вот тут вот. Мои сладкие мои. Мои. Милка уже привыкает потихоньку к новому гостю, да? Ну, все, спит со мной уже или с Денечкой. Я когда Деню укладываю, она ложится, потом всю ночь с ним спит. Под утро ко мне приходит в ножки, как всегда, да? Что, моя сладкая девочка? Что за кошка у меня волшебная? Да и ты хороший, хороший котик. И тебя поглажу тоже. Такой вредный тоже пацан, что тот вредина. Но ласкуша такая, да? Черныш. Черныш. Наглый. Доброго дня уже, мои хорошие. Сегодня проснулась. Представляете, уже приключения с утра. Нету молока вообще. Думаю, блин, а как просыпаться? Ну, это внутри психологически. На самом деле, легко проснуться и нормально себя чувствовать без кофе. Но вот психологически мне захотелось кофе. И я такая на автомате просто оделась, пошла в магазин. Все уже там набрала в магазине. Слоечки там обычно берут, выпечка, берем обычная выпечка, горяченькая такая. Молоко взяла безлактозное, соевого не было моего. Безлактозное решила бы пробовать. Короче, ну и все такая, все-все-все. Мне считают, там 718 рублей. И я такая раз-раз. А не взяла с собой вообще деньги, никакие. В телефоне у меня, от того, что новый телефон, там, короче, еще не привязала, что-то отвязалась, карта там, в общем, не привязана карта. Я не могу телефоном расплатиться. Я говорю, у вас перевод делается? Да, делается. Думаю, о, отлично, это выход. Захожу в приложение, не могу зайти в приложение, потому что у меня приостановлен интернет. И я думаю, блин, ну что это такое, брат? Начала всем звонить, там, маме дозвонилась. Я говорю, брось мне телефон. Сделала обещанный платеж, но он что-то, это, какой-то непонятный обещанный платеж, ничего не пришло. Звоню маме, мама, как всегда, моя выручалочка, кидает мне деньги. И тут продавец говорит, да идите домой, типа, вот номер телефона из дома скините. Я говорю, ой, точно, так будет быстрее. В общем, пришла домой и скинула. Приятно, так, когда тебе доверяют. Но я там постоянно клиент, поэтому как бы, вот, разрешили не оплачивать и идти домой, представляете? Приятно. Вот. И что еще потом? Что еще? Что еще потом? Забыла, короче. А, ну вот, я пью кофе, просыпаюсь, сейчас день. Смонтировала видосик, сейчас будет вывод фильма. Пока будет вывод фильма, мне нужно в двух магазинах сделать заказ для видео, для вас. Показать, что же там такое интересного. Продается. Помыть голову. Сегодня у моей тети день рождения. Да, она пригласила нас в кафе, будет отмечать. Кафе караоке, такое маленькое, уютненькое, там на их районе. Вот. И сегодня, ну, к 7 часам, так как все работают, хоть и выходной день, все работают. И после работы мы все встречаемся. Так что у нас целый день свободен. Я вчера чуть-чуть поубирала. Помыл полы. У меня, кстати, новая швабра. Кто не видел распаковку и, возможно, даже, распаковку и, возможно, даже, возможно, даже вы еще успеете на конкурс. Там одну швабру я разыгрываю на выбор. Классное умное ведро, умная швабра. У меня там три швабры, я их все тестирую, выбираю самую лучшую и самую лучшую разыгрываю. Ну, в принципе, победитель может выбрать любую. Короче, у меня конкурс на втором канале. Я здесь прикреплю ссылочку или под видео. Обязательно заходите, смотрите, прям реально классная швабра. И вчера я ей помыла всю квартиру. Очень быстро, очень классно. Вообще не мочила руки. Ну, короче, мне прям понравилось. Прям супер, а? И ведро такое компактное, я его прям поставила. Сейчас покажу, куда. Вот так вот у меня, видите, компактненько стоит ведерочка вот здесь. И все. И со шваброй вместе. Там два отверстия для сушки и для... Ну, и чтобы мыть, отжимать. Короче, вообще настолько удобно. Я даже не ожидала. В общем, для тех, кто ищет постоянно какие-то хорошие решения, как и я, для уборки квартиры, это вот попробуйте. И цены очень-очень бюджетные. Там на Вайлберрис можно купить. Мама, можно потише сделать? Да, сделай, пожалуйста, потише. Я танцую. Или я должна потише сделать? Да, я танцую. Давай, танцуй. Пришли сейчас в заведение одно. А тут устрицы нас встречают. Ну, конечно, я не откажусь от устриц. Взяли на пробу розовая джоли и ромарина на пробу. Так, здесь всякие соусы, все дела. Еще тут готовят. Такая вот пуэлия. Прям бы попробовали. Так, вот, принесли нам пять ромаринка и розовая джоли. Как я сказала, сейчас будем пробовать. Принесли очень маленькие кусочки хлеба. Вот, представляете, одну вот такую вот, значит, с этой устрицей. Ну, заценим сейчас. Пришли на театралку. Смотрите, какой домик. Я не видела еще такой. Переверни свой мир. Обязательно надо будет сюда сходить. Дэн не смог пройти мимо рыбок. Пожалуйста. И он пробовал сначала удочкой. Решил все-таки с очком быстрее. Вот так. Сейчас выловит весь бассейн. И разложит по ведрам. Ну что, мои хорошие, пришла домой. Устрицы. Устрицы очень вкусные. Та, которая была подороже. В принципе, та, которая была самая дешевая. Там за 165 рублей штучка, да. Ну, она тоже вкусная на самом деле. Не сильно контраст, отличие по вкусу, да. Но вот, мне кажется, какая-то более мягкая, более какая-то интересная. Вот та. Не помню, как она называлась. Короче, в общем, устрицы вкусные. Пуэли, в принципе, ничего такого особенного. Попробовали обычное. Ну, вот эта замороженная, которая, она тоже вкусная продается. То есть, ну, на уровне. Вот. Короче, покушали. Выпила без алкогольного пива. Ищу-то даже. Ищу-то даже так вот прям расслабилась. Вот. Сейчас приехали домой. У нас есть полтора часика, чтобы подготовиться. Я хочу накраситься. Может быть, немного волосы уложить. Не знаю, короче. И уже... Так я переодеваться не буду. Наверное, так и пойду на днюху. Деньку переодену, наверное. Потому что он там вообще... Ох! С этими камушками. Что-то там камушки все дела. А еще бы я поспала чуть-чуть. Мы приехали к моей тюде на день рождения. День рождения! Давайте, целуйте. Мой-ой-ой-ой. Ой, какие желатки. Молодцы мои колюзы. Ой, скажи, как Настя, так и я. А так бы не поцеловал. Так, еще конверты где-то куда положить? Да ты что, давай мне в руки. Да ты что? Я буду держать. Держи. Я взяла вам специально сумку, чтобы туда ложить драгоценность. Давайте. Ну все. Виталия приехала, кстати, нет? Виталик там сидит. А, то... Виталик там сидит. Виталик там сидит. Виталик там сидит. Смотрите, как красиво! Какая классная идея! Светит свет. Я хочу фотку здесь. Прикольненько. Прикольненько. Маджгай. Майоришка это решила почувствовать себя в большой этапе. Да, порепетировать. Ну и как ощущения? Да, так хорошо, так раз. Не, ну у меня там, конечно, это... Вот эта штука смущает. А, ты мне там в спину что-то... А, я туда-сюда катаюсь. Да. Понятно. Карпель или тебе? Руки такие массажные сзади. Не, хорошо, хорошо. Всем доброе утро. Я не помню, чем закончился вчера вечер и что я вам вчера говорила. Короче говоря, легли спать. Видите, я даже не умыла. Сейчас пойду умываться. Сейчас встала, монтирую вам видео первым делом. Вот. В общем, день рождения прошло прикольно. Единственное, что мы были в таком месте, где мы, к сожалению, не могли толком поболтать. Мы пришли, и там было громко, и пели караоке все, и мы, и соседние столики. День рождения было еще у соседнего столика. В общем, друг друга поздравляли. Ну, можно сказать, напелись. Хотя у меня что-то желание в последнее время петь вообще перестало. Знаете, так вот, прихожу в караоке. Раньше приходила, я любила прям петь, петь, петь. Меня прям не заглушить. День, прекращай. Хочу. Ну, не надо туда сюда переливать. Вот. Хочу попить. Ну, все, не пей. А сейчас прихожу в караоке, и как-то хочется больше пообщаться, наверное. Не хочу попить. Сравнивать. Хорошо, не пей. А сейчас прихожу в караоке, и хочется больше пообщаться с роднёй, а у нас не получилось, короче, пообщаться, потому что музыка громкая, нон-стоп все поют, и мы только еле пили. Ну, я не пила, я за рулем была. Еле пили, короче, плясали, вот. В общем, провели время. Недолго были заведения, но недолго работала, но мы уже устали еще раньше закрытия заведения, поэтому все и разошлись. Но в любом случае была рада видеть родственников всех своих в очередной раз. Спору день, день рождения, я тоже собираюсь организовать праздник. Вот, и я думаю, что мы еще встретимся, и там уже поболтаем нормально. Вот, а что еще хотела сказать? Хотела сказать, хотела сказать, хотела сказать. Боже мой, мозги, я еще не собралась в кучу. А, приезжает завтра, завтра уже приезжает Денина бабушка, вторая, к нам в гости, и она у нас останется и погостит. Как бы такой план на сегодняшний день. Там видно будет, потому что все меняется, планы меняются вообще как-то скропостижно. С одной стороны в другую, на 360 градусов все может повернуться, в общем, спонтанно. В общем, мы давно хотели, чтобы бабушка Дени, вторая, погостила у нас, и условия сложились так, что она у нас погостит и приезжает завтра. Так что следующий влог, я не знаю, конечно, будет, захочет она сниматься или нет, но немножечко, может, немножечко я ее покажу, посмотрим. Но сам факт, что она приезжает, и мы очень рады. Ну, а этот влог я заканчиваю, и увидимся в следующем влоге. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok